Урожай картофеля Во всех этих публикациях выпускается один очень важный момент, который стал актуальным 5-7 лет уже как. И это большая проблема картофеля, которая распространена повсеместно. К сожалению, это вирусы картофеля. Вирусы картофеля тем опаснее, чем больше картофеля выращивается в зоне той, в которой находится ваш огород. А поскольку картофель является одной из наиболее распространенных огородных культур, избавиться по соседству от картофеля практически невозможно. Переносчиком вирусных заболеваний картофеля является тля. Лед тли начинается еще до начала цветения картофеля. Укусив больное растение, тля перелетает на другие растения и заражает. Это особенно страшно тогда, когда вы используете собственный посадочный материал. Как правило, семена картофеля, которые продаются надежными питомниками, надежными поставщиками, освобождены от вирусов картофеля. Или же почти освобождены от вирусов картофеля. Но такие семена, как правило, обладают высокой ценой. Поэтому, купив один раз дорогие семена, вы, конечно же, хотите сохранить их на несколько лет, а еще поделиться с соседними. Поэтому мероприятие по защите картофеля от тли, при соблюдении всех остальных условий получения высоких урожаев, это и подкормки, это и защита от колорадского жука, это и своевременная посадка, это и глубина посадки, это и теплые гряды, это и органические удобрения, минеральные вещи. Если есть тот комплекс мероприятий, при котором так много информации в интернете, так вот, при соблюдении всех этих условий, вы получите действительно высокий урожай, а также качественные собственные семена, только при условии защиты вашего картофеля от вирусных болезней. Их очень много, разных, они вредоносны ужасно, и от них невозможно избавиться путем какого-то оздоровления, ну в обычных домашних условиях, в мире старых лабораторий у нас ни у кого дома нет. Поэтому, для того, чтобы избавиться от тли, уже еще до цветения картофеля, начинайте мероприятие по защите картофеля от тли. Это защитит ваш картофель от вирусов. Для приверженцев органического земледелия, мы вам советуем несколько способов контроля тли с помощью растительного масла и сыворотки. Смотрите их в наших следующих выпусках. Я уверен, что вы их не пропустите в том случае, когда подпишетесь на наш канал. Нажимайте на красную кнопку под видео, а также нажимайте колокольчик вот здесь, где-то он находится, и вы точно будете в курсе дел в наших выпусках. А я надеюсь, что эта информация была вам полезной. Задавайте ваши вопросы, читайте наши обсуждения. У нас бывает очень интересно в обсуждениях и даже горячо. И я буду рад встретиться с вами снова.